всем привет как нас слышно на приветствую коллеги отлично тогда начинаем всех рады приветствовать представим меня зовут максим руководитель направления паз белый cloud мой коллега антон близгарёв из компании arena data да добрый день да сегодня мы хотели бы вам сказать интересную интересную тему во-первых рассказать про платформы хранения данных которые мы недавно совершенно запустили как такое некое направление в котором будет появляться и уже сейчас есть множество различных продуктов и соответственно мы продолжим наращивать объем этих продуктов по плану сегодняшнего нашего вебинара от разрозненных данных управлению платформе правы к управлению платформе хранения данных поговорим про трудности работы с данными вообще что такое платформа посмотрим вообще сравним как самим строить это или проще сделать это все в облаках супер максим давай построена встречу таким образом что я на руки позадаю вопросы вот а ты мне соответственно поотвечаешь с точки зрения того как у вас получилась ваша облачная платформа данных да давай давай начнем с простого вопроса что сегодня происходит с данными клиенту ну на самом деле у клиентов сейчас за последние несколько лет накопилось много интересных данных наверное появились сразу некоторые определенные проблемы когда логи исторически накопилось уже там во-первых множество уже существующих клиентов информационных систем таких как например 1с какие-нибудь серверы серые м гирпи системы бухгалтерский учет достаточно в них бывает очень много данных уже наверно даже как сказать классика в том что в этих системах больше уже нескольких десятков терабайт данных накопленных историческим путем за последние 5-10 лет и при этом каждый из этих систем обычно привязан к какому-то определенному вендору если раньше например это были какие-нибудь оракал сап возможно там если это сервер какая-нибудь sales force наш соответственно отечественные есть это различные 1с битрикс соответственно такие достаточно все известные вендоры известные системы и соответственно в них обычно ну очень сложно совместить все эти данные из этих систем поскольку они из-за того что они уже привязаны к определенному вендору соответственно нет совместимости данных между друг другом этих всех систем соответственно первая как раз проблема при работе с данными это то что есть много источников эти источники достаточно разрознены, и все данные в этих источниках тоже разрознены. С этим, соответственно, нужно что-то делать при работе с данными. Хорошо. А насколько выросла за последние годы необходимость вообще в обработке данных? Ну, начнем с того, что, во-первых, как я уже сказал, существует уже множество вот этих данных из различных систем. Появилась задача, соответственно, из этих данных извлекать какую-то новую выгоду. Для того, чтобы извлечь эту выгоду, нужно, соответственно, эти данные обработать. Раньше, если это делалось каким образом? Ручная работа, выгрузка в Excel. Соответственно, нет какого-то непрерывного бизнес-процесса, который позволяет непрерывно эти данные обрабатывать, каким-то образом их трансформировать, делать новые соединения, делать новые таблицы. Соответственно, сразу же возникает первое, то, что в ручной работе обычно все это работает очень долго. Во-вторых, у тех аналитиков, которые раньше это делали в Excel, в том числе руками, возможно, там еще какими-то способами, во-первых, много ошибок в данных появлялось, потому что это ручная работа, всегда появится какая-то проблема, возможно, какой-то недочет. Или, например, там таблица, например, наполовину обрезалась, или, например, там собственные машины уже не выдерживают там нагрузки в несколько терабайт там из Excel. Вот. Ну и, соответственно, бывает недостаток компетенции, когда нужно сделать какое-то сложное соединение, сложный отчет, и, соответственно, там на базе Excel бывает это сделать очень так, ну, не очень комфортно, не очень удобно, и скорость доставки уже этих отчетов до, например, уже конечных потребителей, то есть это может быть топ-менеджеры, директора, возможно, заинтересованные люди в своих направлениях компании, соответственно, тоже скорость в этом плане очень сильно снижается. Хорошо. А кто сейчас использует данные в компании? Кто эти люди? В основном, как я уже и сказал, в основном бывают топ-менеджеры с точки зрения, ну, можно таким образом даже, наверное, сказать, есть конечные потребители, есть те, кто эти данные анализирует, и, соответственно, те, кто собирает, например. Те, кто, начнем, так сказать, со сбора данных, те, кто собирает в основном, это как раз-таки люди, ответственные, наверное, за те системы и те источники, которыми они владеют как владельцы продукта, например, внутри компании. Те, кто анализирует, соответственно, это дата-инженеры, аналитики. Соответственно, у них тоже возникает потребность, во-первых, в предоставлении данных в каких-то различных представлениях, каким-то образом передавать эти данные из одной системы уже, например, там, какое-то окно, где уже можно эти данные анализировать, редактировать, например, какой-нибудь там Юпитер ноутбук или какая-нибудь себе BI-система. И, соответственно, уже конечные потребители, когда уже нужно, грубо говоря, посмотреть сам отчет, сами данные, например, график отчетности, это уже топ-менеджеры, различные CDO, различные там финансовые директора, маркетинг, то есть, соответственно, уже люди, которые конкретно уже смотрят на эти данные, на эту отчетность, соответственно, им необходимо, точнее, у них нету на данный момент какого-то единого окна, где-то можно было бы все посмотреть таким образом. Ну, соответственно, это какие-то такие общие проблемы, которые появляются при работе с данными. Да, не слышно. Спасибо. Я прошу прощения, микрофон выключился. А как строится сейчас работа с данными? Ну, на самом деле, работа с данными сейчас – это такой, можно сказать, экосистемный подход, когда очень много различных систем, во-первых, принимают участие в процессе, но это, так сказать, можно сказать, наверное, из-за того, что сам процесс так выстроен сам по себе. Очень много инструментов, которые позволяют, во-первых, данные обрабатывать, то есть, грубо говоря, собирать их из какого-то, из всех источников, и затем складывать уже в какое-то корпоративное хранилище, да, то есть это какая-то централизованная система, в которой лежат все данные. В этой системе, соответственно, идет конкретно уже централизованная обработка, хранение, и уже данные там уже в некой готовности лежат. Соответственно, данные эти собираются, например, какими-то определенными методами, либо это может быть ETL, либо это может быть какая-то шина данных, например, которая позволяет данные собирать проактивно, то есть, например, и реактивно, и проактивно. То есть, когда данные, например, сами приходят, и, соответственно, шины мы их собираем, либо, соответственно, мы их там отдаем, забираем сами, например, из самих систем, залезая туда там какими-то инструментами. Хорошо. Насколько вы покрываете вообще потребность клиента в обработке данных? Ну, на самом деле, в нашей платформе мы запустили недавно несколько продуктов, продолжаем, соответственно, также наращивать этот объем. В принципе, наш подход к платформе данных выглядит следующим образом. Если посмотреть на слайд, у вас может быть множество различных источников, которые могут и данные проактивно также отдавать, и, например, пытаться, например, в них можно также там по API какому-нибудь залезть. Мы предоставляем, на самом деле, полный процесс, то есть, например, от сбора данных из источников. Также это можно положить какие-то данные уже, например, в озеро данных, когда уже данные у нас лежат неосортированные, сырые, над которыми, например, мы еще не понимаем, как с ними работать. То есть это может быть какой-то набор данных сырой, но при этом нам важно сохранить его изначальный вид, возможно, для каких-то будущих задач. Соответственно, после этого данные можно положить сразу же в корпоративное хранилище, которое построено как раз-таки на базе продукта Arena Data DB Greenplum. То есть это уже как раз-таки такой enterprise подход для того, чтобы хранить данные, обрабатывать их, делать различные all-up запросы, аналитические запросы и модифицировать данные. И в целом, с помощью подхода ETL, которым можно уже как раз-таки данные трансформировать, перекладывать из одного хранилища в другое, и, соответственно, уже дальше либо отдавать какую-то BI-систему, которую мы также предоставляем из облака, либо, например, отдавать во внешние приложения. Отлично. Слушай, а какие выгоды клиент может получить для бизнеса? Выгода на самом деле здесь, ну, во-первых, можно сказать, будем отталкиваться от проблем, которые описали раньше. В основном это была проблема первая, то, что очень долго готовилась отчетность. То есть если мы полностью можем покрыть этот процесс нашей платформы данных, в том числе, например, либо покрывать ее полностью всеми продуктами, либо можем, например, там частично какими-то кусочками закрывать, да, например, нету корпоративного хранилища, но, например, есть Data Lake. Это, соответственно, ускорение сбора данных, хранения, обработки данных, в том числе для того, чтобы быстро построить отчетность, быстро синхронизировать все данные из различных систем и быстро сделать и обеспечить трансфер данных. Соответственно, за этим следует обязательно стандартизация всех данных, которые могут собираться из различных источников. То есть это, соответственно, внедрение подхода и методологии управления данными, когда мы сразу понимаем, какие данные у нас откуда лежат, как с ними обращаться, как с ними работать. И, соответственно, появляется сразу же очень много новых сценариев, которые можно использовать и развивать в компании на основе уже тех данных, которые мы смогли собрать, обработать и уже каким-то образом к ним обращаться. То есть не из нескольких систем доставать и очень долго эти данные обрабатывать, А, соответственно, брать из одного источника и, например, использовать такие подходы, как искусственный интеллект, предиктивная аналитика, возможно, даже обучение и инференс нейронных сетей. А как могут помочь бизнесу эти новые сценарии? Хороший вопрос. На самом деле сейчас с точки зрения автоматизации за последние, наверное, на моем опыте лет, наверное, 5-7, много тем, которые раньше были таким достаточно инновационным подходом. Сейчас, на самом деле, такая тоже очень стандартная, интересная история – стандартизация и автоматизация всех систем и всех процессов, которые идут в компании. Ну, например, возьмем автоматизация первой линии поддержки. Если раньше, например, это сидели обычно какие-то выделенные люди, которые отвечали на базовые простые вопросы, и на самом деле на них тоже требовался, например, какой-то фод. Сейчас, соответственно, если мы эти данные, например, с помощью платформы данных собрали, обработали, выстроили процесс управления этими данными, ничего уже не мешает, соответственно, уже поработать с этими данными более глубоко. И, соответственно, поскольку у нас это все дело централизовано и есть уже все системы для хранения и доступа к данным, можем, соответственно, уже, например, обучить какую-нибудь нейросетку, интегрировать ее с сервис-деском и, например, автоматизировать первую линию поддержки. Уже не потребуются вот эти дополнительные люди, а будут уже просто нейронка сама отвечать на вопросы, которые, например, задают клиенты через сервис-деск. Или пользователи внутри, например, компании. Такое тоже может быть. Слушай, отлично. Слушай, ну, ответь мне, пожалуйста, вот, а в чем же тогда отличие вот этого облачного подхода от прям-подхода, от этого подхода, когда строится все локально на Земле, с точки зрения хранения данных? Да, можно на самом деле рассмотреть разницу. Ну, бывает так, что строят платформы данных и на Земле, и он прям, строят их в облаке. Многим, на самом деле, кажется, что в облаке это, там, ну, куда-то там данные свои складывать, не очень понятно, там, как и зачем. Но, на самом деле, можно сначала просто отталкиваться от простых вещей. Первое. Ну, если мы сравниваем глот, например, там, OnPremise и Cloud, наверное, тоже какой-то такой классической схеме. Но, например, отталкиваясь от управления данными. Всегда для того, чтобы работать с данными, там есть определенные затраты, да, то есть это в любом случае там сервера какие-нибудь, ПО. Соответственно, если вот это делаем OnPrem, обычно это все закладываем в CapEx. Нужно всегда понимать, там, какой объем данных примерно, там, необходим и, там, примерно, как он будет расти. Соответственно, нужно сразу же это дело закупать, там, на годы вперед. В Cloud, соответственно, это все дело перекатывается в OpEx. И гораздо проще прогнозировать и гораздо проще расширяться. И это может быть даже достаточно дешевле с точки зрения именно расширения такого итеративного. С точки зрения устойчивости в OnPremie всегда существует ограничение собственным железом, в то время как в Cloud всегда можно быстро и гибко масштабироваться, расширить объем ресурсов, объем ПО, которое, соответственно, отвечает за обработку и хранение данных. Про контроль данных, если в OnPremie, да, это бывает на самом деле в основном всегда только на полностью на стороне клиента. В облаке, соответственно, уже, наверное, там, достаточно прошло времени для того, чтобы осознать, что провайдер может обеспечить доступность решения в целом для клиента для работы с данными, при этом обезопасить эти данные и дать возможность чувствовать себя комфортно с точки зрения, как эти данные хранятся, отвечают ли они, там, всем требованиям, там, то же самое ОЗ-1, там, 152 ФЗ. Вот, ну и, соответственно, уровень настройки. Если это всегда работает на земле, руками придется начинать все с инсталляции серверов, инсталляции ПО, настройки. В облаке же уже это все готово в виде готового решения. Если нужен, там, какой-то EAS, да, там, виртуальная машина, там, тоже достаточно классический вариант. В PAS, соответственно, сразу же уже предустановлено настроенное ПО, то есть не нужно, например, то же самое КХД долго и мучительно настраивать под себя, под какое-то железо, под определенные конфигурации. Обычно клиенту все выдается уже готовое. То есть можно уже прям брать, пользоваться этой базой данных, брать, пользоваться ETL, связывать их друг с другом, и, соответственно, там, в зависимости от стоимости и задач, которые встают перед клиентом. Ну и, соответственно, по доступности в OnPremia, это может быть только в рамках собственной сети, причем это может быть даже не выходить никуда в интернет. В Cloud можно, в принципе, и дать возможность доступ именно к работе с данными, не к самим данным, а к работе с данными через интернет. Соответственно, дать возможность, например, своим специалистам, но при этом ограничить их такими инструментами, например, как VPN, возможно, какие-то интернет-каналы, которые будут закрыты и доступны только для пользователей внутри компании, но при этом нету, например, проблем с доступностью для этого решения. Слушай, отлично. А как облако повлияет на экономику и затрат средств при развертывании таких решений? Ну, на самом деле, ключевые преимущества есть у использования облака. Первое, на самом деле, это может быть только оптимизация расходов на эксплуатацию решения, то есть когда мы не смотрим, например, на большой объем железа, который нужно закупать, а идем итеративно, постепенно расширяясь. То есть мы, соответственно, сразу же не в моменте должны понять и рассчитать, сколько мы должны утилизировать денег и как мы должны утилизировать ресурсы, которые мы за эти деньги приобретем. Да, и, соответственно, еще отслеживать нештатные ситуации, то есть сразу же, например, умножаем на два. Также, соответственно, это оптимизация поддержки, потому что самому поддерживать по даже, например, если оно там вендорское или, например, там, open-source самому. Open-source обычно сложнее поддерживать самому. Ну и, соответственно, как уже сказал, это масштабирование. Но масштабирование в данном случае подразумевает не только с точки зрения ресурсов железа, а и с точки зрения гибкой тарификации, поскольку он премия. Мы всегда берем какой-то объем лицензии, объем железа, все это ставим себе, эти стойки в себя в ЦОДе, начинаем с ними работать, и это нужно как-то распланировать, какие-то сроки обязательно. В облаке обычно есть гибкая тарификация, есть тарификация, например, по PASYGO, есть тарификация по месячной, но, соответственно, она тоже может от месяца к месяцу изменяться в зависимости от нагрузки, от задач и от необходимости использовать те или иные ресурсы. Я хотел посмотреть, а как же, в принципе, сходится стоимость, да, то есть, какую экономическая эффективность есть, и что вообще выгоднее, куда идти лучше, в облако или все-таки оставаться на земле, или покупать просто локальную инфраструктуру. Я решил это сделать прямо на конкретном примере. У нас есть клиент, который пришел к нам за построением определенного корпоративного хранилища данных. Это крупный ритейлер, известный на рынке, не буду говорить про него название, потому что, к сожалению, есть определенное еще пока отсутствие публичной разрешения на публикации. Вот, и мы для него подобрали определенный сайзинг, да, соответственно, нашего продукта, аренда DataDB. Вот, соответственно, он на картинке представлен в виде двух, соответственно, узлов, да, соответственно, есть контур продуктивный, контур DevTest, где, соответственно, клиент будет строить и работать со своими данными. Я решил это посчитать. Сколько же это будет стоить на земле и сколько это будет стоить в облаке? И вот, что у меня получилось. Я попросил партнеров прикинуть такую конфигурацию на железе. И циферка, которая получилась, это 181 миллион 300 тысяч 403 рубля. Лицензию я уже посчитал сам. Я взял бессрочную лицензию аренда DataDB и плюс техподдержка на три года. Так как техподдержка отдельно продается, она всегда вроде как по аренде. Вот, поэтому сделал запасом обычно, ну, на год, два, три, никто не берут, обычно сразу там три года для некого обеспечения. Получилось 514 миллионов 574 рубля, 574 тысячи 400 рублей. Сколько же это будет стоить в облаке? Попросил облачного провайдера посчитать нам облачную инфраструктуру. И, соответственно, что у нас получилось? У нас получилось, что с НДСом в месяц такая инфраструктура будет стоить 77 939 813 рублей. Лицензии, соответственно, посчитаем. Это 2 рубля в месяц с НДСом. Давай теперь все это посчитаем и сложим вместе. Что же у нас получается? Сравним. Итак, с точки зрения затрат в перспективе лет. Железо, ну, то есть на земле, инфраструктура на земле, а железо плюс люцензия обойдутся почти в 700 миллионов рублей. При этом инфраструктура такая же в облаке будет обходиться в год чуть менее 150 миллионов рублей. Если их сравнить в перспективе лет, видно, что окупаемость на земле в сравнении с облаком, да, превышает 4 года и 7 месяцев. Кажется, это очень много, да. Обычно любой бизнес говорит, что при покупке инфраструктуры, да, окупаемость должна не превышать 4-5 лет. То есть на данный момент мы уже видим, что явно история такого сценария в облаке очень выгодна для конкретного клиента, которому, соответственно, мы работаем. И можно было бы остановиться, да, но я бы хотел бы еще немножко как-то накидать на вентилятор, так говорят, с точки зрения того, как это все-таки выглядит со стороны бизнеса, да, что обычно многие IT-департаменты не учитывают, но при этом это касается бизнеса, и у бизнеса это болит, да, и многие это не замечают. Вот. Тут самый главный момент надо сравнить, что мы тут сравниваем немножко неправильные вещи. А именно, мы сравнили на земле просто железо плюс лицензии, при этом в облаке у нас сервис, это не железо плюс лицензии, там готовый сервис с определенным пулом сервисов, которые включены в эту стоимость. Давайте посмотрим, что же включено. Ну, конечно же, безопасность. Все знают прекрасно, что в облаке есть по умолчанию сервисы, которые в том числе обеспечивают необходимость в том, что это в облако было безопасным, да, потому что, значит, зачем таким облаком пользоваться. Вот. Соответственно, там сделано для того, чтобы облако соответствовало всем требованиям, да, всем стандартам. ISO, Z1, PCI DSS. Сделана, соответственно, необходимость в обеспечении конфиденциальности данных, в их прозрачности. Да, и, соответственно, также есть сервисы по защите от DDoS и хакерских атак. Ну, и, соответственно, да, обеспечение безопасности сетей, куда же без этого, управление угрозами. Состоятельно. Какого-то прям конкретной цифры у нас не получилось. Разбег очень большой, но мы вот сфокусируемся, наверное, на цифру, что где-то это должно быть. Вот для такого клиента порядка 100 миллионов рублей в год затрат на, вот, обеспечение такой необходимой безопасности в его контуре. Что, в принципе, если переложить на стоимость конкретного облачного сервиса, который мы прикинули, это примерно 8 месяцев потребления облачного сервиса. То есть можно докинуть к 4 годам 7 месяцев и видеть, что мы уже выходим за 5 лет. Пойдем дальше. Экономия оборотных средств. То, что многие обычно не учитывают. Ну, то есть у нас было 700 миллионов, мы купили инфраструктуру плюс лицензии на земле. Ну, если мы их оставили в облаке, допустим, да, или перешли в облако, то у нас практически 550 миллионов высвобождаются. Бизнес, кстати, если деньги включает в оборот, в оборачиваемость, да, то есть крутит на них, зарабатывает и, соответственно, приносит ему дополнительный дивиденд. Есть даже такое понятие, как бы оборачиваемость средств, да, то есть там у любого клиента спроси, скажи, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь с рубля, он тебе скажет, я с рубля зарабатываю, там, не знаю, полтора рубля. Вот, и, соответственно, можно понять, примерно посчитать, а сколько же конкретно вот это 550 миллионов принесут в виде, так называемой, оборачиваемости самой компании в течение периода, конкретно, как вот мы сравниваем облако. У нас там 4 года 7 месяцев, но если брать полный год, это 4 года, то есть в течение 4 лет. Есть, соответственно, формула, можно по ней посчитать без проблем, прикинуть, сколько же клиент мог бы вернуть деньги, если бы вложился в облако вместо перехода на землю, да, то есть сколько вот эти 550 миллионов обернулись бы и вернулись бы в виде дополнительных средств. У данного клиента коэффициент оборачиваемости, он 0,2, то есть 20%, соответственно, я посчитал, прикинул по этой форме, у меня получились такие цифры. Да, за год, за 109 миллионов, 2 года 79, 3, 49 и 4 года 19, соответственно, складываем, получаем, что 257 миллионов 847 тысяч, 432 рубля клиент именно вернул для себя в виде оборота дополнительных оборачиваемости средств, да, которые, соответственно, он вложил именно когда пошел в облако, а не на землю. То есть тем самым бы это принесло бы еще дополнительно потребление облачного сервиса в нашем стадии, плюс еще 21 месяц, то есть это еще год 9 месяцев, я думаю, тут мы уже выходим за 7. Но еще не все, давайте посмотрим, что еще же у нас есть, то, что обычно мы не учитываем. Инфляцию, многие почему-то не задумывают, что деньги сегодня, они дороже, чем завтра. И бизнес, который, по сути дела, вот те самые варианты, не вложился, а, соответственно, потратил их на инфраструктуру, да, в неком виде вложился, там, наверное, в капекс, вот, и, соответственно, эти деньги в бизнес вернуть пока не может, они заморожены. То есть, по сути дела, если бы он использовал бы облако, он бы, соответственно, терял бы сильно меньше. Формула примерно такая же, как вот предыдущая, тоже можно прикинуть, сколько клиент на самом деле за счет инфляции, ну, как это, не потерял деньги, наверное, да, а сколько, насколько деньги его подешевели за счет того, что он пошел именно на локальный вариант. По такой же формуле это выходит примерно же где-то порядка 128 миллионов при инфляции средней за 4 года 40%. Берем усредненно, скорее всего, насильно больше, особенно в конкретных каких-то продуктах, да, это, ну, вот мы тут сильно вот утрируем, наверное, немножко там прям делаем грубые порядки, ну, тут цель вообще, в принципе, понять, что такие расходы есть и такие потери существуют. Ну, если переложить на наши же расчеты в месяцах, да, то есть облачного сервиса, это насильно, наверное, потеря 10 месяцев потребления облачного сервиса. Пойдем дальше. Что еще есть? Ну, этот момент я, наверное, не буду считать, это просто некая консультация факта, что можно, в принципе, реализовывать в бизнесе за счет облачных сервисов. Инфраструктура не должна работать холостою, да. То есть любой, любая инфра, которая у нас есть на Земле, обычно работает 24 на 7. Но при этом многие департаменты и многие бизнесы не всегда работают 24 на 7. Они работают, да, 24 на 7, кто-то с выходными. То есть это всего лишь... Практически четверть от месяца. То есть в реальности бизнес, именно вот то КПД, которое он используется, всего лишь 25% загруженности инфраструктуры. То есть, ну, бизнес же по факту переплатил. То есть он заплатил как бы за весь месяц, но использует только 25. Ну, а бизнес, мы знаем прекрасно, не любит переплачивать. Вот, поэтому логично бы он хотел бы использовать инфраструктуру только в момент, когда она ему нужна. С 9 до 6, понедельник, пятница. И облачный сервис как раз позволяет такие сценарии реализовать и платить, естественно, по часовой оплатой за конкретное потребление. То есть можно, понятное дело, что не все контуры, не всю инфраструктуру можно в это дело превратить, но многие там какие-то функции, какие-то задачи можно на это перестроить. Естественно, какие-то департаменты в облаке, допустим, бы работали, конкретно с 9 до 6, и компания платила только за конкретное рабочее время. Ну, еще, да, не учитывается. Стоимость отказоустойчивости локальной инфраструктуры. Ну, то есть вот то представленное железо, да, нужно еще сделать отказоустойчивым. По сути дела, там конкретный пример конкретного рабочего сервера. А нужно еще сервисистема резервированного копирования. Нужно сделать резервный сервер с лепликацией, а это, по сути дела, еще плюс один такой сервер. И многое другое, да, то есть всевозможная система для обеспечения безопасности, которую мы ранее озвучили, пожаробезопасности, да, всевозможная система для подачи электричества непрерывного, да, то есть дизель-генераторы, много-много другое. Обычно говорят, что этот ценник, примерно, над локальной инфраструктурой умножить на 3. Ну, то есть если мы прикинем текущий сценарий, то удорожание составит по железу 362 миллиона с копейками, что, в принципе, равносильно, на самом деле, еще плюс 29 месяцев. Ну, понятное дело, что где-то я тут складываю немножко утрированно, да, но им показываем веки месяцев, чтобы показать, что, в принципе, многие моменты не учитываются клиентами, да, и, соответственно, когда вы рассматриваете такие сравнения, нужно тоже этот момент учитывать, особенно с точки зрения бизнеса. Еще какой момент можно попробовать посчитать, да, что многие тоже не учитывают, особенно экономия на отказостойчивости. Сколько стоит один день простой вашей компании? Вы, кстати, сами можете взять и посчитать. Это, на самом деле, несложно. Это в неком таком первом порядке. Сколько компаний теряет минимум в реальности больше, потому что в данном случае мы сейчас с вами учтем только один фактор. Фактор – это зарплата сотрудников. То есть то, что обычно в своей компании примерно можно знать, по крайней мере, среднюю его величину. То есть зная количество сотрудников, зная среднюю зарплату, можно прикинуть в фонд оплаты труда. Ну, то есть вот возьмем, например, ритейлер, работников более 15 тысяч, средняя зарплата в ритейле, да, с учетом регионов, порядка 30 тысяч рублей. Тогда фонд оплаты труда составит порядка 450 миллионов рублей. В принципе, с точки зрения бизнеса фонд оплаты труда не может превышать, там, примерно 30% вообще от его прибыли, иначе туда у бизнеса не остается денег на развитие, инвестиции, на, в принципе, заработок компании, ее прибыльность, да, иначе это получается, что прям компания работает на своих сотрудников, а не сотрудники на компании. Поэтому примерно вот по оплату, да, там, компании, которые являются прибыльными, да, то есть неубыточными, у них фонд не может превышать обычно 0,3, 30% от общей прибыли. Соответственно, отсюда можно посчитать, сколько должна быть прибыль, да, чтобы соответствовать такому сценарию, и, соответственно, это получится 1,5 миллиарда рублей. Миржинальность данного бизнеса мы чуть раньше, да, подсветили порядка 20%, отсюда можно посчитать выручку. Выручка составит 7,5 миллиардов рублей. Компания работает у нас 30 дней без выходных, да, соответственно, это и по субботам и воскресеньям. Отсюда можно посчитать выручку в день. Выручка в день – 250 миллионов рублей в день. И это и есть цена простая. То есть компания, по сути дела, теряет в случае одного дня простая 250 миллионов рублей. Это то сумму, которую нужно компании заработать, чтобы просто выплатить конкретную зарплату в один день этим своим сотрудникам. То есть не потеря зарплаты, многие думают, что, типа, нет, мы зарплату теряем. Но как раз наоборот, чтобы вот эту зарплату получить, сначала надо заработать 250 миллионов. И это и есть та самая потеря. То есть пока вы 250 миллионов не заработаете, вы не сможете выплатить эту зарплату. По этому делу тут можно подискутировать на эту тему, да, но это просто, в принципе, очень порядок того, что на самом деле многие думают, что, типа, ну, один день не поработали, типа, ну, ерунда какая-то. Ничего страшного, сейчас починим и заработаем, будем дальше работать. На самом деле это очень критично для бизнеса. Многие бизнесы стали непрерывными и простой в один день или даже несколько часов для многого бизнеса, там, критичным. Там, посмотрите, вспоминаю историю, одну такую маленький колбасный заводик в Подмосковье простоял неделю из-за того, что бухгалтерия, компьютеры в бухгалтерии оказались невероиспособны благодаря заражению шифровальщиками. И неделя компании, это простое, обошлась в миллион долларов для маленького колбасного заводика. Кажется, вроде, да, маленький бизнес, но миллион долларов компания потеряла благодаря такому простое. То, что тоже в том числе не беспокоили в свое время именно защитой инфраструктуры с точки зрения инфраструктурной безопасности. Ну, еще что можно учесть? Ну, предсказуемость расходов. Для бизнеса иногда не сколько важен ценник, сколько он платит, сколько понимать предсказуемость этих расходов. То есть, если в бизнесе есть непредсказуемые расходы, есть форс-мажоры, обычно бизнес начинает в неком виде откладывать деньги на черный день, так называемый. Ну, то есть, некая сумма дополнительная, которую вот на всякий случай мы могли бы использовать в случае возникновения ситуаций непредвиденных, где требуются необходимые дополнительные расходы. Как раз бизнесу нужна предсказуемость. И когда вы, по сути дела, перекладываете какие-то задачи, по сути дела, на облачного провайдера, это позволяет те самые перемены вывести из вашего круга. То есть, сделать бизнес более предсказуемым, потому что ответственность в данном случае ложится уже не на вас, а на облачного провайдера. Тем самым бизнес становится предсказуемее, расходы понятнее, а значит, тот самый резерв можно снизить, который есть такой на черный день. И значит, можно их вывести в оборот компании и, соответственно, дальше зарабатывать на этом деньги. Ну и что напоследок, да, что вот, наверное, я не буду сейчас считать, но это тоже есть расход. Это всевозможные зарплаты администраторов, это локальная инфраструктура. Это, возможно, аренда доп. помещения, где это все нужно поставить. Это все еще надо, соответственно, вентилировать, да, нужна система вентиляции, пожаротушение системы. По этому делу еще электричество надо туда подвезти и платить за это дело. И огромное другое количество всевозможных расходов, которые мы здесь даже не учитывали. В самом первоначальном сравнении, но оно есть. При этом, да, что сравнивать надо все-таки облако сервиса с полнофункциональной историей, как это реализовано на Земле. То, что обычно многие на старте, когда вот выбирают варианты, не учитывают. Ну, прикидем, да, что получилось. Ну, тут мы давно, наверное, выбежали за 10 лет, при этом средняя окупаемость не должна для бизнеса превышать 5 лет. Ну, тут, наверное, видно прекрасно, да, что облачный сервис реально имеет преимущество перед локальной инфраструктурой. И посмотрите, реально рынок идет в облако. Мы, компания Ринодата, тоже это видим, да. То есть еще буквально несколько лет назад практически все наши сценарии, все наши реализации были на Земле, по сути дела, он премный. То при этом сейчас стратегия компании практически на ближайшие 2-3 года связана с облаком, и наши продукты будут выходить в облако. И мы сейчас работаем над тем, чтобы у наших провайдеров в России наши продукты были реализованы. Поэтому, ну, надеюсь, мы тут немножко помогли вам немножко задуматься. Не претендуем на истину, да, там, в первом лице, но думаю, что какой-то кусочек там стереотипа, может быть, мы вам сломали. Вот, Максим, что хотелось поделиться с тобой. Я думаю, что вы тоже, наверное, делаете определенные наработки. Внутри вашего облака поделишься с нами, что вы уже реализовали. Да, Антон, спасибо. Очень интересное исследование на самом деле, потому что, ну, прям-прям в комплексе получилось понять, на что затраты идут помимо там железок и зарплат. Очень интересно. Да, на самом деле наработок у нас много. На данный момент мы взялись сначала сделать такие самые основные базовые инструменты. В данном случае это, ну, грубо говоря, чтобы организовать там корпоративное хранилище данных, платформу данных, можно, в принципе, на старте обойтись достаточно простыми инструментами. Если мы начинаем, например, данные собирать в какую-то, ну, например, там, сыры в сыром виде, для того просто, чтобы их положить из, например, там, нескольких систем объединить в одном месте. Самым простым, на самом деле, может быть обычное объектное хранилище в качестве даталейка, которое решает, на самом деле, много базовых задач, которые ориентированы как на хранение бэкапов, на хранение документов. Но как раз-таки в нашей задаче здесь самое главное – это хранение сырых данных в качестве озера данных. Поскольку это облачный сервис, наверное, такой, так сказать, классический S3 хранилище, соответственно, в том числе на базе российской разработки, соответственно, здесь уже все, как бы, облачные плюшки и функционал доступен уже прямо из коробки. Соответственно, кто, как бы, в основном пользуется таким сервисом, когда клиент уже есть, например, там, где-то 20-30 терабайт данных, в основном это обычно различные топ-10 компаний в своей отрасли. И, соответственно, одни из самых таких крупных отраслей, наверное, можно сказать, это банки, ритейл, телеком, производство. То есть, на самом деле, практически все используют S3 в качестве такой, во-первых, файла помойки, а, во-вторых, как раз-таки это можно уже назвать в будущем как раз-таки озером данных, откуда потом можно начать данные обрабатывать с помощью уже тех же самых инструментов ETL, возможности, там, переглажить их уже там в другое хранилище. И, соответственно, этот сервис уже предоставляется в качестве платформенного сервиса, то есть Platform as a Service. Соответственно, чтобы обогатить этот опыт уже по сбору данных, да, мы, соответственно, начинаем уже использовать более такой enterprise-решение. В данном случае это как раз-таки корпоративное хранилище на базе уже ПО Arena Data DB, да, как раз на базе Green Plum, который позволяет уже делать уже аналитические запросы и делать, соответственно, мониторинг на уровне запросов и управлять своими бинарными бэкапами уже как сервис. Это все уже включено, и, соответственно, все это раскатано на нашей инфраструктуре в облаке. Решает, соответственно, задача это аналитическое хранилище, сложные аналитические запросы и, соответственно, эффективные соединения таблиц, когда нужно сделать какую-то сложную отчетность. В целом наш сервис предоставляется как ПАС уже на базе нашего ИАСа, то есть это уже взрослый платформенный сервис, в том числе в виде нескольких возможностей лицензирования, в том числе как и дополнительно то, что предоставляет вендор Arena Data. Это уже такой, возможно, готовый способ быстро построить себе DevTest и ProSredo по какой-то единой цене в месяц в качестве уже готового решения. И, соответственно, это дело сертифицировано вендором с точки зрения уже предоставления гарантий отказоустойчивости и, соответственно, работы сервиса в нашем облаке Beeline Cloud. Это до 10. Максим, разреши я чуть поясню коллегам, чтобы понимали. Тут вы видите такой значок Powered by Arena Data. Я хочу немножко рассказать об этом. Компания Arena Data совместно с облачными провайдерами проводит работу по нагрузочным тестированиям облака, которого сервиса, который он предоставляет. То есть мы хотим заранее, компания как Arena Data, быть уверенными, что наш продукт и сервис, построенный на башем продукте, будет качественным и, соответственно, удовлетворит запросы клиентов. Поэтому мы перед тем, как запустить сервисы, всех облачных провайдеров тестируем. Выявляем их, соответственно, некие узкие места, необходимые, которые нужно поправить. Занимаемся оптимизацией. Соответственно, занимаемся в том числе определенной эффективной оптимизацией самого контура и, соответственно, настройки. Необходимость для того, чтобы те базы данных, которые будут разворачиваться, эффективно использовались. И, соответственно, по результатам, если все успешно, мы даем вот такую медальку. То есть если вы где-то там на сайте у прооблачного провайдера видите такую медальку, это говорит о том, что сервис уже протестирован Arena Data, и, соответственно, можно спокойно его использовать. Вот что это значит. Максим, тебе слово. Да. Ну и, соответственно, мы, соответственно, можем предоставлять уже готовые вот эти конфигурации, которые позволяют без особых проблем разместить данные у нас в облаке и обрабатывать их, делать аналитическую отчетность. А для того, чтобы улучшить свой опыт по корпоративной отчетности, по хранению данных, мы, соответственно, также рядом предоставляем наш сервис Cloud BI. Я, на самом деле, смотрю, тут уже много вопросов к этому сервису появилось по этому сервису. Наверное, как раз-таки я хотел оставить эти вопросы уже, так сказать, ближе уже к самому продукту и рассказать. Это сервис визуальной аналитики, который у нас предоставляется из облака. Его возможно как раз-таки интегрировать всеми уже перечисленными решениями, такими как Arena Data DB, возможность подключаться к базе данных как в облаке, так и, соответственно, можно подключиться к базе данных, например, в контуре клиента. Ну, то есть, например, то, что я говорил, то есть мы можем обеспечить полный процесс в облаке, также и, соответственно, собирать какими-то дополнительными кубиками, которые, например, у вас уже есть, но, например, не хватает, например, каких-то других вещей, например, либо не хватает S3, не хватает, например, там, корпоративного хранилища, или, например, не хватает BI, хотя уже есть собственная ККХД, например, у себя на земле. И это дело также можно использовать у нас из облака, решает, соответственно, все такие известные задачи, как корпоративная отчетность, тенденции бизнеса, импортозамещение Power BI как раз-таки на сегодняшний день это может быть очень максимально актуально, поскольку вендора, так сказать, уже с точки зрения санкций запрещают уже пользоваться в России этими решениями. Мы, соответственно, предоставляем возможность импортозаместиться в этом плане, иммигрировать, и, соответственно, этот сервис, он в данном случае, можно его назвать, наверное, low-code, поскольку можно также, как и самому, грубо говоря, по кнопочкам сделать себе приличную хорошую отчетность, да, так и, соответственно, расширить возможность использования, подключившись к базе данных, и уже использовать, грубо говоря, данные, например, в том же самом аренде от DB, или, например, поместить под какую-нибудь витрину данных, в которой можно ускорить доступ к отчетности. Соответственно, сценарии, с которыми можно работать в данном случае, как я говорил уже, это можно загрузить данные в наш сорт, также можно и использовать сценарий без загрузки данных, подключив, например, какие-нибудь Google-таблицы в качестве какого-нибудь там быстрого исследования, или, например, как вариант подключиться у себя из контура. Вот, мы в том числе, кстати, планируем использовать этот сервис, точнее, как уже используем его у себя в Beeline Cloud в качестве внутренней отчетности, то есть у нас уже, так сказать, есть опыт, как и внешний для клиентов, когда были кейсы. На данный момент пока еще они не совсем публичные, но я думаю, в скором времени о них можно будет почитать. Вот, но, соответственно, мы и сами внутри у себя этот продукт используем, и, соответственно, нарабатываем экспертизу, в том числе, как и для предоставления самого сервиса, так и для какого-то определенного консалтинга, помощи, возможной интеграции. Вот. Ну и, соответственно, да, в данном случае модель предоставления, она достаточно очень классическая получается для этого сервиса, соответственно, как по, как услуга по подписке, и тарификация по количеству пользователей. Есть там базовый пакет, плюс какой-то свыше по Paysio.go можете использовать чуть больше, чем, например, там у вас есть в обычном пакете предоставляется. В целом, наверное, на этом наша, так сказать, основная часть закончена. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать эти вопросы в чате или в блоке вопросов. Мы, соответственно, готовы ответить комплексно и по платформе данных, и, наверное, по каким-то конкретным кейсам. Я, на самом деле, вижу тут еще вопросы по, да, как раз вот про успешные кейсы, я сказал, да, какие-то будут, возможно, скоро публичными, но, в принципе, у нас уже есть клиенты, которые пользуются этим сервисом. На остальные, я думаю, если я недостаточно подробно ответил, можете дополнительно задать вопрос. Так, представляется ли сервисы с графическими ресурсами? Я думаю, наверное, отдельно можно потом посмотреть у нас на сайте. У нас, в принципе, есть продукты, связанные с возможностью там BDI, да, но я думаю, это отдельно можно проработать, посмотреть. Да, по поводу показать, давайте, наверное, не знаю, можем, наверное, попробовать. Наверное, можно, да, посмотреть отдельно, взять... А, да, кстати, посмотрите, я думаю, будет логичнее даже взять тестирование. У нас этот сервис предоставляется на целый месяц в качестве тестового доступа. Можно его попробовать, все возможности его, так сказать, функционала. По вопросу, сколько миллионов или миллиардов строчек держат, какие дашборды есть готовы. Дашборды, да, есть готовые определенные, связанные с FSI. Есть возможность посмотреть... У нас есть как бы преднастроенные дашборды, как пример, уже предоставлять сразу же в тестовом доступе. Там есть различные темы, такие как колл-центр. Ну, то есть, грубо говоря, там какие-то специфические данные, да, обезличенные, просто как тест предоставляются, они как бы ничьи, но при этом их можно как бы примерно потыкать, посмотреть как кейсы. В принципе, у нас есть возможность даже приземлить ваши данные к нам уже как бы в платформу данных. То есть, либо данные у вас берутся, там, часть из вашего контора, часть можно, соответственно, брать из, например, там, загруженной в облако в качестве витрины или корпоративного хранилища уже на базе продуктов арена даты. Это все вместе интегрировать, и получится уже готовый, так сказать, возможность сделать арт-четность уже такого более enterprise уровня, нежели чем в Excel. По поводу миллионов, миллиардов строчек, на самом деле, очень многое зависит от источника данных, в котором хранятся данные, поскольку сама CloudPI, она как бы сама по себе данные не хранит, но при этом она их как бы, ну, обрабатывать может на стороне базы данных. То есть, например, если база данных используется как витрина, то есть это уже готовые таблицы, в целом там можно и до миллиарда строчек дойти спокойно. Если же это, например, там, какой-то, не знаю, там, какой-то источник данных, лучше, соответственно, все это дело перекладывать в корпоративное хранилище или в витрину данных, которая будет отрабатывать гораздо быстрее, нежели чем производить какие-то сложные операции, джойны на лету. Хотя в целом это может заменить как и арену DataDB, поскольку она является параллельной базой данных с параллельной архитектурой. И это можно, соответственно, ускорить строение отчетности там до нескольких минут, если, например, там, изначально она строилась несколько часов. Еще, наверное, вопросы. Если вопросов нет, наверное, поблагодарим вас за посещение нашего вебинара. Постарались подготовить... А, вот еще как раз есть вопрос. Какое количество циодов у вас имеется по локациям, по каким городам? В основном у нас это... у нас есть две площадки в Москве. Дополнительно еще есть некоторые площадки по стране, например, там, Новосибирск, есть Ярославль. Но, соответственно, основные у нас, которые используются для размещения, например, CloudArendDataDB и CloudBI, соответственно, можем, соответственно, все размещать на двух площадках, которые у нас есть на данный момент в Москве. Но, в принципе, доступ до них достаточно быстрый, там архитектура отказоустойчивая, и вполне можно сделать даже сценарий, распределенный между двумя площадками. Максим, тут тебя просят продемонстрировать биорешение. Ну, у нас, наверное, сейчас пока не очень доступно будет продемонстрировать с точки зрения, наверное, самого вебинара. Я думаю, будет проще отставить заявку у нас на сайте, сразу же на тестовый доступ. Можно будет, соответственно, посмотреть это решение, попробовать самому. Ну, и, наверное, консультацию. Ну, соответственно, да, обратиться за консультацией. Мы всегда готовы, да, помочь, разобраться, показать, ответить на вопросы и, соответственно, рассмотреть кейс-бай-кейс какие-то возможные решения, которые бы интересовали бы уже конкретно вас. Какие-то еще, наверное, может быть, вопросы остались. Если, наверное, вопросов нет, тогда да, наверное, поблагодарим наших слушателей за участие, соответственно, за вопросы. Вопросы были интересные. Мы постарались подробнее, да, изложить наше видение того, как это должно строиться в облаках, платформа данных, как обрабатывать платформу данные в облаке и, соответственно, почему это выгоднее, чем строить это самому на Земле. Да, надеюсь, информация была от нас полезной, да, и, возможно, что-то там даст вам немножко задуматься и посмотреть все-таки в сторону облаков в тот момент, когда вы об этом не думали. Я думаю, что мы в ближайшее время сделаем вебинары как раз для демонстрации, да, то есть мы прекрасно понимаем ваш запрос. Думаю, что, наверное, в следующей сессии мы как раз посвятим именно демонстрации, в том числе Cloud BI, INDataDB, как она работает, да, и, соответственно, как на этом построить примерный там демонстрационный центр. Да, спасибо. Всем всего доброго.